Уважаемые коллеги, мне очень приятно открыть эту трижды юбилейную конференцию. Хочу вот это подчеркнуть, потому что она у нас в списке самых важных событий юбилейного года Московской консерватории. Значит, 2016 год, это 150 лет Московской консерватории. И вот как раз есть такой план, те самые значимые события, которые посвящены пятой дате. И наша конференция в этом ряду. Сама кафедра юбилея 25 лет. Это даже по официальным стандартам юбилейная дата. Вы знаете, что государство признает только юбилей кратные 25. Значит, соответственно, кафедра попадает в этот ряд также. Ну и также мы вообще живем не только календарными годами, а учебными годами. Наш второй ритм жизни не менее важен именно таков. И вот как раз в этом учебном году еще мы отмечали юбилей основателей кафедры Валентина Николаевна Халова. И надо сказать, что вот эта конференция, она была заявлена в планы нашего попечительского совета, который финансирует такие конференции. Видно, как конференция, посвященная Валентине Николаевне. А потом она так деликатно сместила акценты на кафедру. Хотя, в принципе, это разделить невозможно. Это действительно так. И вот сегодня мы можем в кратком приветствии, в купительном слое. Я просто хочу некоторые эти акценты и расставить. Но на самом деле речь идет о очень важном событии, потому что возникновение новой кафедры в консерватории, где здоровый консерватизм, собственно, удерживает в каких-то легкомышленных поступках, это страница истории Московской консерватории, когда такая кафедра была создана. Безусловно, для этого были самые серьезные основания. И уже была проделана очень большая работа на Николаевне. Но это, собственно говоря, еще и была дань уважения именно к авторитету крупнейшего ученого Николана Холоповой. И вот тут я хотел бы сразу подчеркнуть, что есть пример редкого сочетания неизменного и очень фундаментального академизма в подходе вообще по всей профессии и постоянного интереса к новизне, то есть постоянного стремления обогатить сферу своей деятельности какими-то извне приходящими импульсами. Собственно, название сегодняшней конференции тому свидетельство, она называется «Инновационное пространство музыкальной науки и практика». По-моему, очень точное название и в этом отношении действительно уже тот багаж, который принесла Валентина Николаевна и, собственно, создала основу для работы уже целого коллектива. Это очень важный багаж. Но нельзя не коснуться хотя бы вкратце основных этапов этого накопления. Но еще на ранних этапах своего научного творчества Валентина Николаевна уже за этим надавала себя как главный, я бы сказал, специалист в области музыкального ритма, потому что на том этапе действительно вот такого фундаментального освоения этого научной темы не было. И монографии, которые выходили по этому вопросу, конечно, уже теперь та самая традиция, по которой многие, конечно, исследовали. Это как бы первая тема. Вторая – это, конечно, неизменный интерес к тому, что происходит сегодня, то есть современной музыки. И, конечно, вот такого тесного содружества, творческого содружества музыковеда и композиторов современных, какой являлась собой, ну, в данном случае, можно сказать, семья Холокловых. Это тоже самое можно отнести к Ирне Николаевичу. Но в данном случае, мы говорим, Валентина Николаевна, действительно, с Шниткой, с Губайдулиной, с целым рядом других композиторов были не просто дружеские отношения, а именно содружества. И поэтому я помню, с каким мы нетерпением ждали появления вот первых откликов на премьеру. Ну, например, блестящая была совершенно статья про то, что прозвучавший эхо-сонат Ущедрина. И, по-моему, сам Ильден Костянсинович тогда был просто в восторге от того, как была преподнесена вот эта очень сложная его соната и какой подход был продемонстрирован музыковеду. Ну и таких примеров можно было привести множество. Но и освоение того, что было, мягко выражаясь, неприветствуемо в те годы, я имею в виду изучение современной музыки и авангарда, это тоже, собственно, достижение Валентины Николаевны в содружестве с Ильдом Николаевичем. Я имею в виду, конечно, монографию Веберни. Потому что ее просто ждали. Вот эту монографию действительно ждали, когда же она наконец выйдет, потому что фактически она была таким ключом к постижению музыки, которая у нас не преподавалась, которая у нас была малоизвестна и очень редко исполнялась. Вот это, на самом деле, тоже вторая сквозная тема творчества. И она, собственно, по сей день остается на первом плане. Ну и, наконец, конечно, вот это уже сверхидея. Сверхидея создания фактически такой концепции музыкального содержания, которая была очень востребована в том случае, что традиционно наше музыкознание было устремлено на обозрение другой стороны этой медали. То есть то, что связано с формой, с композицией, со структурными элементами этой композиции. И вот область, как бы такая сопутствующая, она в фокус научного исследования не помещалась. И причем исследование опирающегося не только на собственные обеспечения методологические, но прежде всего на привлечение смежных методов науки. И вот для этого это, собственно, была создана кафедра. Потому что на кафедре теории музыки все это вызревало, так сказать, облекалось какие-то формы публикации, научных работ. Тут, конечно, нельзя не отметить значение тех работ, которые писались под руководством Матери Николаевны. И, собственно, тут-то и закладывалась школа. Именно то, что так редко сейчас в нашей профессии, когда действительно можно говорить о научной школе. И вот сегодняшняя конференция, она в основном будет как раз и демонстрировать эти новые бессмертные, новые направления, ну и, соответственно, перспективы такого рода научной школы. Ну, я уже сказал, что тут нельзя делить учителя от учеников. Потому что действительно вот талант педагога – это именно то, что, собственно говоря, создает окружение, то, что создает устойчивую связь уже за пределами того формального взаимодействия, которое заканчивается либо получением диплома в высшем образовании, либо кандидатской или докторской степени. Нет, этим не ограничивается, наоборот, этим все и начинается. И поэтому, конечно, вот те откликнувшиеся на приглашение кафедры ученики – это главное богатство Валентины Николаевны, потому что действительно тут в этом ее, я думаю, основная радость. И я в данном случае тоже могу порадоваться тому, что тогда-то, вот когда мы с Михаилом Санчевым Сапоновым учились в консерватории, это был курс, который считал Виктор Петрович Бобровский, а Валентина Николаевна была тогда его ассистентом. Ну и вот те драматические события, которые далее последовали, и в следствии которых Бобровский вынужден был покинуть консерваторию, они, собственно, вывели на первый план у тех молодых ассистентов, где сразу вот и проявилась та инициатива и та способность привлечь студенчество, которую я сейчас обнял иду. Я очень хорошо помню, может быть, одно из главных своих собственных таких обретений этих лет, Антон Николаевна тоже наверняка это помнит, в виде исключения мне было позволено сдвоить индивидуальные часы. Для чего? Значит, чтобы на первом часу, естественно, отработать домашнее задание, а вот второй час Валентина Николаевна как сюрприз всегда преподносила для того, чтобы о чем-то рассказать. Вот именно таким образом на втором часу я узнал, может быть, не меньше того, чем вообще был наполнен сам основной курс. Вот такого рода радости, что у нас профессиональные, они, на самом деле, никогда не забываются, остаются в памяти. Ну и, собственно говоря, закончить перед тем, как передать слово тем, кому я с удовольствием это и предоставлю. Закончить просто уже, что называется, по законам жанра нужно перечитлением того, как были отмечены вот эти все заслуги Валентины Николаевны, потому что действительно признание, оно не в узком кругу, только для музыковедов и даже для простого музыкантов. Это действительно то, что уже есть в веке географии. Это, я их просто перечитлю. Закончили деятель искусств Российской Федерации, захончили деятель науки и образования Российской Федерации, лауреат премии «Кроличество России в области культуры», академик Российской академии «Крознание», премия Министерства высшего и среднего образования СССР еще, это за книгу «Русская музыкальная ритмика», о чем я уже в самом начале сказал, имени Белла Бартака, это уже за книгу «Вопросы ритма в творчестве композитора XX века» на венгерском языке, премия имени Асафьева за книгу «Эльфред Шнитки» с авторством Сергея Ивановича Гарёва, орден дружбы, орден Европейского научно-промышленного консорциума «Первый среди равных», титул «Персона года» в газете «Музыкальное обозрение», диплом и золотая медаль Европейской научно-промышленной палаты, орден Милия Балакирева, Национальной ассоциации учебных заведений, ну и еще ряд других захлуг, которые также были отмечены. Поэтому, по-моему, есть только основания порадоваться и пожелать продолжения такого же блестящего восхождения далее. Ну, а поскольку не была еще предоставлена возможность представить наших гостей, то среди тех, кто были докладчиками на конференции, мне очень приятно отметить визит министра культуры правительства Рязанской области Виталия Юрьевича Попова. Ну, и надо объяснять, почему Рязанская область, потому что это тоже область, где гордятся Франтины Хабану-Халаху. Пожалуйста. Уважаемый Александр Сергеевич, уважаемые участники Международной научной конференции, дорогая Виталина Николаевна, действительно, не нужно объяснять, почему Рязанская область представлена на Международной научной конференции. Рязань гордится вами. Рязань вообще гордится своими первопроходцами. Константином Эдуардовичем Циолковским в космосе, Иваном Петровичем Павловым в медицине и физиологии, Семеновым Тяньшанским и Голубниным, замечательными нашими путешественниками, имена которых также связаны с Рязанской землей. Павлия Николаевна, но в музыке, несомненно, главный пример для наших учащихся, для наших студентов – это вы. И каждый приходящий в Рязанский музыкальный колледж проходит сначала в зал музыкальной славы и знакомится с вашей биографией, где мы рассказываем о вашей удивительной семье, о Николае Николаевиче, о Знятии Федоровне, где мы говорим, что, будучи любителями, они так любили музыку, они пели в городском хоре и в коллективах при храмах, и дали вам замечательное образование, музыкальное образование в сложное время, военное, послевоенное. Мы говорим о том, что, будучи смелым и удивительным человеком, Валентина Николаевна, несмотря на возникающие проблемы, на излишний консерватизм, делала то, что считала нужным. Валентина Николаевна, наверное, для меня самый главный пример – это когда Михаил Васильевич Плетнев после концерта оркестра, сказал, что, вы знаете, я выезжаю в разные регионы, и мне постоянно приходят некие имена. Вот я приезжаю в один регион, мне говорят, а у нас вот Петр Алис Чайковский, а тут я приезжаю, а мне говорят, Рахманев. А вот Рязань как-то вот не связывается ни с кем. И голоса начали говорить наперебой. Ну а как же вот Агаткин, ну что вот один марш, Прочайние славянки, а вот Александров, ну, а вот Песенники, ну как-то мы не удовлетворили его. И я говорю, Холоповы. Как, Холоповы родились в Рязани? В Рязани, сдаюсь. Дорогая Валентина Николаевна, Рязанская земля гордится вами. Рязанская земля и люди на ней проживающие с огромной радостью поздравляют вас с этим юбилеем, с этой датой, с датой кафедры, с датой консерватории. Мы желаем вам крепкого здоровья. Эти цветы вам. От всей души. Я тут добавлю, просто я представитель тоже Рязани. Виталий Юрьевич мой ученик. Любовь Петровна Баранова, это колледж. Колледж, вот, в Зарске не выгодят. Так что, если у них дорогу до министра, то ли еще будет. Валентина Николаевна, мы всегда вас рады видеть на нашей земле. В нашем колледже. И Юрий Николаевич у нас не раз был. И вы говорили, мы вас всегда ждем. А я просто от себя лично хочу вам пожелать дольче витте и маленькой сладкой сырью. Долгое сияние. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Мы же готовы, скажем одно слово. Не каждому выпадает счастье, чтобы его родина, малая родина, о нем так заботилась. Забота Рязани просто чрезвычайна. И вот то, что сегодня нашли время вырваться из гигантского количества дел, как говорится, министр Александр Сергеевич, как министр, министр это очень хорошо знает, сколько это всего. Вот то, что мы приехали, вот это чрезвычайно весно, это чрезвычайно торжественно, вообще торжественный для нас момент. И то, что я могу сказать в ответ, это преподнести книги. Здесь моя новая книга «Феномен музыки», но это уже не было. «Феномен музыки» — это моя последняя книга, в которой я седоточу, можно сказать, половину жизни. Поэтому разрешите. Спасибо огромное. Она там. Вот она там. Спасибо. И для колледжа я написала, и тоже разрешите вам разрешить. Так что чрезвычайно вам благодарна. Это не то слово. Счастливо. Я счастлива. Спасибо. Спасибо.